В конце двадцатого века, русского поэта Олега Григорьева. Называется он почему-то так. Былина. Сидит Славочка на заборике, А под ним на скамейке Боренька. Боренька взял тетрадочку, Написал, дурачок ты, Славочка. Вынул Славочка карандашище, Написал в тетрадь ты, дурачище. Борище взял тетрадищу, Да как треснет полбищу славищу. Славище взял скамейщу, Да как треснет борищу в шеищу. Плачет Славочка под забориком, Под скамеечкой плачет Боренька. Как вы думаете, почему это были? Автор глобок, вы на вспомнили. Потому что это было, нет, конечно. Это похоже на русскую народную больницу. В чем-то да, в чем-то нет. В чем-то да, в чем-то нет. Преувеличение в этом похоже, конечно, согласен. Вдруг наш Боречка разрастается до Борища. Правда? А скамеечка? Да скамеечка. Да скамеечка. И так далее. Еще чем. Преувеличение. Этим похоже на Борино, конечно. Еще чем. Еще идет, я думаю, что уже такое вверх. Увеличение вверх, то есть градация вверх, согласен. Градация. Это градация как вверх, так и вниз. Потому что в конце снова слабочка и боленькая. Правда? Да. После того, как он вдарил из скамеющей по шеищу, они тут же снова уменьшились. Так, еще. Возможно, потому что в ней описывалось определенное событие. Ну, естественно, я думаю, название Борина это шуточное. Это же не настоящая народная Борина. Да, конечно, это шутка. Это понятно. Хотя бы потому, что Борина должна быть протяженна. Ну, да. Но в Борине еще этот сюжет, мы не упустили. Может, размером? Размером, нет. Размером Борина, как правило, больше. Сюжет. Я прощел целый действие. Ну, не размером. А, размером стихотворка. Да. Угу. Так. Ну, давайте с сюжетным моментом сначала разберемся. В Борине происходит... Битва. Битва. Очень часто битва, конечно. Ой, бактерии каких-либо. Да? Вот у нас здесь бактерии наши Славочка и Боженька. Да? Понятно, почему смешно. Они в соответствии темы содержали. Но размер стихотворка действительно что-то такое выдают. Нам сейчас важен даже не столько самый размер, сколько вот это дактилическое окончание. Вы заметили, что оно во всех строчках? Да. Скамеищу, скамеечки, шеищу, поленьки и так далее. Значит, в русской народной поэзии действительно дактилическое окончание частно распространено. И когда в русской поэзии мы встречаем дактилическое окончание, это очень часто, не всегда, но очень часто нас наводят на какие-то фольклорные ассоциации. Эти фольклорные ассоциации успешно поэты и 18-19 века используют. Да и с самими былинами, с записями былин, русская общественность познакомилась впервые в 1800 году, когда был опубликован сборник былинки Ирши Данилова. И по-настоящему мы увидели, как выглядит русская народная рима. И что в ней очень часто вот это дактилическое окончание. Конечно, не обязательно только с фольклором к русскому. Заметьте, мы сейчас стараемся установить какие-то связи. Мы помнили, скажем, чисто мужские окончания уведут нас куда-то к английской поэзии. Правда? Русская традиция. Чисто женские, возможно, уведут куда-нибудь в Польшу. Согласен. Чисто дактилические могут увезти нас в древнюю полосу совершенно верно. И вот значит, мы в душе прослеживаем какую-то очень тонкую, пунктированную, может быть, связь между формой и содержанием. Значит, наверное, и размер, и рифма, и другие факторы стиха как-то связаны со смыслом. Они связаны со смыслом. Любой фактор стиха. Как? Это вопрос другой. Как правило, эта связь историческая. Не случайно я сейчас упоминал не о причалах, а это я в Русь. Эта связь рождается из той поэтической традиции, о которой мы говорили. Бывает так, что эта связь непосредственная. Это уже связано, скорее, с нашим восприятием, с особенностями психологии. Вот мы говорили, только мужские окончания звучат жестко, да? И, может быть, монотонные для нашего слуха. Только дактилические, может быть, звучат, скажем, жалостно. И, действительно, когда мы берем с вами стихотворения, не связанные с фольклором, но написанные чисто дактилическими окончаниями, таковы первые опыты русского дактиля вообще. Мы можем эту связь там услышать. Вспомниться Лермонта. Я, Матерь Божия, ныне с молитвы пред Твоим образом светлым сиянием, ни о спасении, ни перед битвы, ни с благодарностью или с покаянием, ни за свою молю душу пустынную, за душу странника в свете безродного, но я вручить хочу делу невинную, тёплой заступнице мира холодного. А куши счастьем душу достойную, дай ей запутников полных внимания, молодость тихую, старость покойную, сердцу не злобному, мир упования. Перед нами дакцик. Сколько стопы? 4 стопы, да, 4 стопы, да, 4 стопы, да, 4 стопы, да. Лермонтов вообще это размеры лепейки. Помните, точки небесные, вечные, странники. Точно так же. Здесь нет связи с фольклером Явлок. Это стиховарение не похоже на народную песню совсем. И тем не менее, вот эти дактилические окончания тоже могут вам о чём-то наполнить, о чём-то рассказать. Наконец, гипердактилические. Это уже эксперимент. Потому что такая вещь встречается в языке, как называется, редко. Можно поставить себе цель. Написать стиховарение с гипердактилическими строчками. Можно? Запросто. Можно эту задачу выполнить? Можно? Да, очень сложно. Не очень сложно, я не буду видеть. Попробую на досу. Другое дело, реальные практики. Такое встречается только как эксперимент. А значит, здесь мы уже встречаемся с сопротивлением языка. Сущность стиха всегда испытывает язык на прочность. Вот что язык может выдержать? А что нет? И чего-то язык не выдерживает. Но тем не менее, экспериментировать можно.